Более тысячи человек собрались на соборной площади для того, чтобы объединиться в сводный тысячный хор. Темой в этом году стали добрые песни, наследие лучших поэтов-песенников. Произведения Пахмутова, Шаинского и Дунаевского звучали в этот вечер над Рязанью. С каждым годом в тысячном хоре принимают участие все больше коллективов. В этом году присутствовали представители всех муниципальных образований региона. Кроме того, в празднике музыки принял участие хор областной клинической больницы. Ну, это совсем не удивительно, потому что врачи, медики – это главные посетители наших концертных, театральных постановок. И мы очень рады, что складываются такие коллективы. А в некоторых организациях здравоохранения, они уже действуют десятками лет. Хор ОКБ в этом году исполняется 35 лет. За эти годы любовь к музыке у врачей не угасла. Наоборот, крепнет. К опытным солистам присоединяются и молодые любители музыки. Елена Забуга работает в областной больнице более 25 лет. Сейчас она является заведующей приемным отделением. Доктор признается, музыка скрашивает все невзгоды и помогает в работе и в жизни. Работаю где? Это приемная, покой. Это круглосуточная, как сейчас модно говорит, движуха, передний фронт, это ворота, скорая помощь стоит в очереди на разгрузку. Мы многопрофильное лечебное учреждение. У нас все проходят нозологии медицинские. И роды приходилось принимать, и дети поступают, и с улицы везут и контуженные, и ранения, и ДТП, инсульты. Там нельзя, там руку надо держать на пульс. Постоянное полувоенное положение круглосуточно. Веселые, душевные, задорные и талантливые. Вот такие они врачи ОКБ. Они уверены, что их профессия тоже творческая. Когда ты подходишь к больному, ты же не как математик, ты думаешь, там дважды два лекарства по одной таблетке две раза в день. Это еще один из классиков медицины сказал, надо лечить не болезнь, а больного. То есть каждому нужен индивидуальный подход. Мы всегда лечим словом. В больнице я работаю уже 33 года. Вот песня мне помогает. 25 лет я уже в хоре участвую. Я сейчас являюсь старостой хором. Мне песня очень помогает. Она снимает усталость, потому что бывают такие трудные дни, бывает работа напряженная. Ну, сами знаете, медицина – это есть медицина. Есть у хора областной клинической больницы совсем удивительные и вместе с тем романтичные истории. Как говорится, музыка их связала. Хор – это очень хорошо. И одно из хорошего. Он помог обрести мне семью. Я недавно пришла в этот хор, но недавно это как? Лет 8 тоже. И здесь я встретил с Юрием Масловым, и теперь мы вместе. С первого взгляда. Я посмотрела на него, на меня, и все завязалось. Для всех хоровых коллективов из тысячного хора музыка стала частью жизни. Именно этой частью они и поделились с рязанцами. А те, в свою очередь, оказались благодарными слушателями. Честно, очень захватывает, очень круто. Почаще бы такое проводить, если честно. Вспоминаю, что в детстве все эти песни были достаточно очень модные, а сейчас их так редко, и вот такая возможность послушать. Песни нашей молодости. Я тоже первый раз, хотя живу всю жизнь в Рязани. Мне очень интересно было. Старые песни их очень редко слышишь. По доброй традиции, сводный тысячный хор прошел в день памяти святых равнопостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян. С этим праздником всех собравшихся поздравил вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Игорь Греков. От имени губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова поздравляю вас всех с Днем славянской письменности и культуры. В этот праздник мы вспоминаем великих просветителей, братьев Кирилла и Мефодия. Благодаря им у славян появилась письменность, которая положила начало становлению государственности. В этот вечер добрые слова действительно звучали на площади соборной. Многоголосье и знакомые мелодии отечественной музыки подарили многим настроение ностальгии. Русский вальс с моря, когда цвели сады эти и другие музыкальные произведения, стали для многих настоящей дверью в творческую и музыкальную вселенную.